Всех приветствую именем Юдгей Вавхейшуа. Всем большой шалом из Крыма. И это видео посвящено теме «Месть». Коротко, надеюсь, что это поможет, послужит многим, кто будет это смотреть, слушать. Чувствую вдохновение именно побуждения от Бога, поделиться этим уже несколько дней. Не так давно вспоминал ситуацию, когда один человек, которому я доверял, поступил коварно, подло, воспользовался моим доверием. И в итоге я пострадал, скажем так, из-за этого человека. И вот в этот момент я помню, что во мне поднимались такие желания желать этому человеку зла. Просто вот хотелось, действительно, чтобы что-то плохое с ним случилось за то, что он сделал. И я чувствовал себя очень таким преданным, уязвленным. Но в тот момент внутри меня что-то мне сказало, ну, как бы я верю, это Дух Святой кто-то, сказал, что если ты сделаешь это, начнешь желать ему зла, то он просто-напросто избежит наказания. И я понял, что есть Господь, который мстит за меня. И если я пытаюсь это делать сам, то я как бы Богу не даю это совершить. И у меня пришло такое понимание, что надо отпустить вообще, не желать ничего плохого этому человеку. Даже в душе, не то, что говорить. Конечно, мы иногда, когда нас кто-то обижает, потом говорим другим об этом. Даже не желать, не желать ничего плохого этому человеку. Я прочитаю место из Писания, Римлян, 12 глава, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире за всеми людьми. Не мстите за себя». Вот это слово, которое основное. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это Новый Завет, это не какие-то ветхозаветные разборки. Это апостол Павел, да, цитирует из Второзакония, что интересно. Поэтому, когда говорят, ой, Ветхий Завет не для нас, вот, апостолы брали за основу своих учений Ветхий Завет. И цитировали из Второзакония, можете сами проверить. И, то есть, какие два момента хочется сказать в связи с этим всем, что, когда в меня попадает зло, то есть, против меня поступили коварно, подло, неправильно, незаслуженно, несправедливо, обидели, предали, обскорбили, уязвили, сделали больно, то в этот момент решается вот что. То есть, зло уже попало в меня, зло пришло в мою жизнь, я этого не выбирал. То есть, кто-то это сделал, и это пришло в мою жизнь по тем или иным причинам. И вот в этот момент решается, умножу ли я это зло, то есть, попадая в меня, это зло увеличится, потому что я начну воздавать злом на зло, я начну желать зла этому человеку, я начну что-то делать, чтобы у него были проблемы, то есть, вставлять ему палки в колеса, я начну другим говорить плохое, распространять худую молву об этом человеке, или же я, во мне это зло умрет. То есть, попадая в меня, зло умножится, зло может умножиться, если я начну воздавать злом на зло, и вот тогда враг достиг своей цели. Если меня оскорбляют, я оскорбляю в ответ, если мне делают, причиняют боль, и я причиняю боль в отместку этому человеку, я умножаю власть тьмы, я лично умножаю присутствие духов нечистых, и масштабы тьмы, и зла вокруг себя. Или же, или же, что самое чудесное, это зло, вот то, о чем Павел написал чуть дальше. И так, если враг голоден, накорми его. А вот это уже божественная премудрость, которая Ефесянам 3.10 должна сделаться известной начальством властям на небесах через церковь. То есть, попадая в нас, зло может не просто быть нейтрализовано, что уже неплохо, если я хотя бы не начинаю мстить за себя, но когда я начинаю делать добро, как написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром, человеку, то есть, не отказываюсь его презирать, ненавидеть, желать ему зла, проклинать, говорить о нем плохие вещи, вредить ему. Более того, видите, как, что делает любовь? Любовь даже идет навстречу и помогает тем, кто ее предал. То тогда зло, причиненное мне, вот минус, допустим, пришло минус 10 тысяч, становится плюс 10 тысяч. Но здесь сам момент, почему? Конечно, когда я так говорю, вы скажете, тебе легко говорить, ты не чувствовал то, что я чувствую. Все мы примерно понимаем вкус обиды, вкус предательства, вкус, когда тобой воспользовались, когда об тебя вытерли ноги, когда тебе сделали больно. То в этот момент, вот это согласно Новому Завету, когда мы поступаем, во-первых, не мстим за себя, это раз, во-вторых, мы поступаем добро по отношению к этому человеку, то этим самым высвобождается Божий суд в его жизнь. Так написано. Не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему. То есть, если я начинаю мстить за себя человеку, который, ну, неправильно поступил, плохо поступил, а может это вообще человек тьмы даже был, и я начинаю ему по-человечески над тем же оружием, теми же клин-клином, теми же словами, вредить, проклинать, хулить, высвобождав его жизнь, какой-то негатив, я этим самым его лишаю наказания от Бога. То есть, Господь не судит этого человека, потому что я это начал делать, и вместо того, чтобы этот человек получил должное воздаяние, получил какие-то уроки, извлек из жизни, понял, что так поступать нельзя, потому что есть свыше наказание, вместо этого я умножаю присутствие зла, и этот человек еще и остается безнаказанным со стороны Бога. Делая это, как написано, вы собираете горящие уголья на голову. То есть, когда вы против вас поступили, то есть, подытоживаю, несправедливо, неправильно, причинили вам боль, не мстите за себя. Поверьте, есть Господь, который воздаст этим людям. Вас обманули, украли что-то, кинули, прокинули, растоптали вашу честь, растоптали ваше доброе имя, предали, плюнули в спину и так далее. Не мстите за себя, Господь разберется со всеми этими людьми, если вы отпустите их и покроете милостью и любовью. Но высший пилотаж, это если потом в какой-то ситуации вы сможете помочь этому человеку, и вы это сделаете, несмотря на все обиды, это высшая вот эта точка премудрости Божьей, проявляющейся через нас. Вот такое вот послание, то есть какие простые уроки. Не мстите за себя, Господь отомстит за вас сам. Если мы воздаем зло на зло, мы умножаем зло, мы умножаем власть мы, власть сатаны, присутствие нечистых духов в своей жизни, вокруг себя. Если мы начинаем мстить и делать человеку пакости в ответ на его пакости против нас. Или же мы можем, то есть то, что враг предпринял против нас, обернулось прямо пропорционально против него самого. То, что он высто... тот масштаб зла, который сатана высвободил в нашу жизнь, может превратиться в масштабы Божьего добра, Божьего света, Божьей силы, Божьей премудрости, Его царства через нас, если мы правильно на это отреагируем. Пример это наш Господь Ишуа, который, будучи злословим, не злословил в ответ, страдая, не угрожал, то есть предавал все это судье праведному. Вот этот урок. Не мстите за себя, возлюбленные. Аминь. Ну и небольшой анонс, друзья. Ну первое такое как бы апгрейд планов. Грядут большие перемены вообще в служении Школы Христа, Галгал, Хаиль, Юрий Кузьмин. Будут много перемен в ближайшее время. Так или иначе, я не знаю, как это будет пока географически, мы все еще имеем в планах быть в Москве, но сейчас препятствия такие начинаются конкретные, но я верю, что состоится определенное Господом. Так или иначе, мы будем там, и там будет происходить то, что Бог желает. Поэтому поддержите молитвой. На самом деле, действительно, тьма восстает очень сильно. Но перемены будут и в служении. То есть, если вы с нами уже давно через YouTube, через другие какие-то мессенджеры, соцсети, будет скоро такие новости. И те, кто все эти годы выдвигались с нами, здесь получали, я верю, что приходит время реализации всех этих, всей этой пищи, которую Бог давал этого мяса, то есть оно должно быть реализовано. И как кто-то, по-моему, Алексей Ледяев, он когда-то говорил, еще в 90-е, что есть организованная преступность, но должна быть и организованная праведность. Поэтому я верю, что Бог будет давать эту апостольскую, стратегическую мудрость, планирование, координации вот этих ресурсов, военных ресурсов тела Христова, армии Божьей Хаиль, для того, чтобы через эту координацию усилия были не такими эпизодически, там, грубка, здесь, а именно масштабное наступление Божьей армии, Божьей Хаиль. Вот пока мы смотрим как на Россию в основном, но и, конечно, все, что рядом, эти страны, они по-любому тоже этот галгал будут чувствовать. Вот то, к чему нас Господь готовил все эти годы, я верю, после воли Божьей живы будем, будет совершаться очень скоро, поэтому следите за новостями. С Богом! С Богом! Продолжение следует...